Кино Не только что, так сказать, приготовленный, допустим, ягненок или молодой бараш, к примеру, но я не мог сниматься во многих и многих ролях. И я знаю, где, кому мне приходилось уступать эти роли. У вас не хватало вот так на все? Как это может хватать? Театр тебя сжирает целиком, если ты руководишь им, создаешь его, ставишь спектакли и играешь еще в них. Вот как раз это, так сказать, совпало вот с этим временем. Но я сыграл все равно. Много даже смешных моментов. Тритополя во время отпуска успели снять. Ах, повезло нам всем как. Долохов, ну как получилось? Ну вот смешно, иду по коридору на Мосфильме, прохожу уже к лифту, это вот в новых корпусах, и там был кабинет Сережи Бандовичка. Он видит, что я прохожу, говорит, Олег, ну-ка зайди. Я захожу, он говорит, ну ты можешь сыграть капитана Тушина? Я говорю, пожалуйста, конечно. Но я говорю, это же ведь в основном натура, наверное, да? Да, говорит, это надо вот в Мукачеве все это отступление там и так далее. Он говорит, ну смотри тогда, чего ты можешь-то там. И вот разграфленный, значит, лист, так сказать, бумаги. И я смотрю графу натура. Я не смотрю, кто, чего, я смотрю, вот так веду пальцем, и вдруг раз, сокольники. Я говорю, вот сокольники. Введем, значит, мы с ним туда, оказывается, долох. Потому что... Могу сниматься с сокольника. Да, ну, потому что сокольники рядышком, и там эта самая дуэль предполагалась. Он говорит, ну какой ты долохов, тут нужен гусарец, гусарец. Я говорю, ну, извини. Потому что вы были очень даже гусар. И пошел. И уже когда, так сказать, вызвал лифт, он кричит мне там из коридора, ладно, договорились так. Но самое смешное, что вот мы говорим сейчас климатические изменения, все вот тогда уже они начались. Потому что в Москве снега не было. А снег выпал как раз вот там, в Молдавии, в Мукачеве. И они не могли снимать вот эту самую осеннюю вроде натуру, отступление. И надо было начинать снимать уже, потому что все. И он звонит, говорит, вот дуэль будем, первый съемочный день, вообще картины. Мукачев давай, приезжай. Я говорю, я не могу. Тогда он, значит, Фурцеву накрутил. Фурцева мне звонит, я говорю, я не могу, я сейчас вот выпускаю спектакль. Она говорит, вот так, это мой приказ. Да, и давай, без всяких разговоров. И я, и мы вот дуэль снимали в Мукачеве. Это самые первые съемки. Не хотели, а все-таки пришлось. Олег Николаевич, часто бывает так вот, не хотели, а пришлось? Или вас не запрячь ни во что? Нет, ну бывает, конечно, бывает. Ну, в принципе, конечно, сейчас, ну, сейчас очень сложный момент. Это вот столетие, ну, и что с ним связано и прочее, прочее. Ничего я не репетирую сейчас. Юбилей вообще такая штука сложная. Сейчас этих юбилеев, их не было столько. Потом я понял, почему вдруг прям подряд идут вот эти 70-летние юбилеи. Да потому что это 27-й год, который первый 27-й год рождения еще не призывался в армию. Это первое поколение, которое сохранилось. То, что 26-й год 5% осталось, 25-й тоже 5%, 24-й вот так выкосило просто. Вот же что. Так что вот мы и жили-то. А вот сейчас я только это понял. А вы себя ощущаете молодым внутренне? Хочу так ощущать, но уже всякие болячки там, то есть все. А душа, душа, дух, он же... Да, все связано, что такое, как говорят, метод физических действий, это мировоззрение, это просто понимание, что все едино.